В Барнауле прошла встреча участников Алтайской региональной общественной организации «Казаки Сибири». На съезде присутствовали представители казачества Республики Алтай, Крыма, Германии и Азербайджана. Почему к Алтайскому краю очень большое внимание уделяется, еще будучи Гайдар Алиевич Алиев, являясь заместителем председателя Совета Министров СССР, он баллотировался всегда от Алтайского края и Горного Алтая депутата Верховного Совета СССР. И к вашему краю особое уважение, особое внимание. Мы приехали сюда и прилетели по благословению митрополита, конечно, и батюшек полковых, я думаю, и чтобы хотя бы увидеть Алтайскую землю, город, прекрасный Барнаул, познакомиться с братьями. Ни разу нас не приглашали, но вот прилетели. На встрече обсудили возможности отправлять гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции. Среди бойцов на передовой есть и представители казачества. Также речь шла о военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Есть упущение в понимании святой своей любви к своей родине, своего отечества, и то, что это отечество, надо защищать. Не только где-то там в клубах, но и на поле брони. Один из ключевых итогов встречи – решение о необходимости создать координационный совет общественных объединений. Сделать при военкомате именно координационный совет, чтобы общественные объединения, боевые братства, то бишь ветеранские все движения, будут находиться и курироваться нашим комиссариатом, в который будут входить и наши казачьи подразделения, боевое братство, союз десантников, все ветеранские движения. В Барнауле прошел чемпионат и первенство края по мотокроссу. Подробности в сюжете Вадима Слюсарева. Высокая скорость, неровное покрытие и затяжные прыжки. Мотокросс для обывателя – сложный и опасный вид спорта. Отчасти с этим можно согласиться, однако гонки на специализированных трассах куда безопаснее, чем бездумная езда по дорогам общего пользования. Доказать это миссия Краевой Федерации Мотоциклетного Спорта. Чемпионаты первенства региона по мотокроссу – один из шагов воспитания гоночной культуры. Эти старты уже профессиональный спорт со строгими правилами, в том числе и относительно защитной экипировки. Это прежде всего, во-первых, у них шлема очень прочные, на них одеваются специальные защитные защиты, то есть на коленники, на локотники, на грудник специально, чтобы спину не сломать. Воротник, как называемый, это шею закрывает при падении. Мотоботы, обязательно в мотоботах, иначе ноги просто вывернут на диражах или где-то, потому что ногу выставляют. Участие в стартах приняли 45 гонщиков от 6 до 60 лет. Младший из участников – Мирон Рухая. Он выступает в самой юной категории на мотоциклах с объемом двигателя 50 кубических сантиметров. Несмотря на возраст, Мирона сложно назвать новичком. Раньше у меня брат занимался, и потом я подсоединился. Я первый же день, когда начал заниматься, я смеялся и привык к мотоциклу. Мы тоже уличные, мы абсолютно не поддерживаем уличные гонки. Наши дети не катаются на улицах, по дворам ни в коем случае, никогда. То есть этого мы им не позволяем. Это, опять же, в первую очередь безопасность их и безопасность других людей. То есть из-за этого мы в определенных специально оборудованных площадках. Мотокросс – требовательный вид спорта. Это относится и к мотоциклу, и к водителю, который должен разбираться в технике, уметь правильно выбирать траекторию и не бояться идти на обгон. Как показывает практика, профессиональные гонщики – спокойные участники дорожного движения. Весь экстрим остается на трассе. Мне интересно из-за скорости и из-за прыжков. И получаешь такой большой адреналин, и это прикольно. По итогам соревнований Федерация мотоспорта сформирует сборную края. Она представит наш регион на уровне Сибирского федерального округа. Если алтайским гонщикам удастся показать достойные результаты, то они смогут выступить и в главных стартах страны. Вадим Слюсарев, Анастасия Меньшакова, Денис Кузьменко. Новости. А у меня все к этому часу. Еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканала в социальных сетях. Хорошего дня. Не переключайтесь.